МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах сегодня. Новые основы главного закона. Согласны не все, кто за, а кто воздержался, увидели наши корреспонденты. От моря до моря Крым и Дагестан свяжут железнодорожный маршрут. Первые поезда пойдут уже в следующем году. Необоснованные начисления газовики оштрафованы за неисполнение предписаний в госживей инспекции Дагестана. Дагестанские депутаты одобрили поправки в Конституцию РФ. Этот вопрос стал единственным в повестке дня на внеочередной сессии Народного собрания в Махачкале. Изменения касаются почти всех сфер жизни – политической, социальной и экономической. Что именно должно поменяться в основном законе страны, расскажет Зумруд Гамидова. Одобренные Госдумой о поправке затронут шесть глав Конституции. Самыми важными, по мнению парламентарьев, станут те изменения, которые касаются нашего суверенитета. Как правового, так и территориального. Также перемены коснутся государственного устройства и ряда социальных гарантий, которые будут зафиксированы в основном законе впервые. Депутаты озвучили наиболее существенные изменения. Например, новые поправки гарантируют мрот на уровне прожиточного минимума. Также предложено закрепить норму о регулярной индексации пенсии в соответствии с федеральным законодательством. Русский язык получит официальный статус на всей территории страны, как язык государства образующего народа. Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах. По мнению политиков, нынешнее экономическое положение в стране подтверждает своевременность появления социальных гарантий для россиян. Это еще одно новое положение уравняет минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Теперь все эти нормы навсегда становятся конституционными гарантиями и страховкой того, что уровень жизни не может получаться. А вот дагестанские коммунисты отказались поддержать поправки Конституции. Лидер партии КПРФ Махмуд Махмудов в своем выступлении отметил заинтересованность отдельных политических сил в столь быстрой реформе Конституции страны. Глава фракции коммунистов считает, необходимо внести только те поправки, которые гарантируют простому народу право на достойную жизнь. Мы считаем, что если серьезно отнестись к изменению курса возрождения нашей страны, надо провести капитальные ремонты уголовных направлений. Это предпись его финансо-экономической, социальное обеспечение гражданам, а это представление поправков не просматривается. Обращаясь к Махмудову, спикер парламента из решивших соедов призвал его следовать интересам республики. Председатель парламента заверил, что все поправки повлияют на жизнь людей положительным образом. Поправки в Конституцию касаются двух основных блоков. Это закрепление социальной гарантии граждан и изменение структуры и функционирование власти. И главный смысл обязательства государства сделать все, чтобы повышалось благосостояние людей. Депутаты большинством голосов поддержали закон о поправках Конституции. 72 депутата высказались «за», 6 воздержались, в том числе члены фракции коммунистов. Впереди голосование в других регионах, но окончательно судьба поправок должна решиться 22 апреля во время общероссийского голосования. Суд оштрафовал «Газпром Межрегион Газ Махачкала» за неисполнение предписаний госжилинспекции. В прошлом году 6 человек обратились в надзорные органы с жалобой на необоснованные начисления за газ. В ходе проверки были выданы предписания, согласно которым нужно было устранить нарушение, чего компания не сделала в срок. Из-за этого предприятие было оштрафовано на 60 тысяч рублей. Кроме того, в ряде интернет-изданий была озвучена информация, что в течение двух прошедших лет компания якобы необоснованно начислила потребителям более 3 миллиардов рублей, установив в отопительный период завышенные тарифы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В третьей городской больнице Махачкалы состоялась конференция, где обсуждались вопросы ранней диагностики онкологических заболеваний. На мероприятии присутствовали представители Министерства здравоохранения республики, профессора и доктора наук, а также врачи и онкологи. Среди слушателей были как опытные медработники, так и студенты. Выступающие говорили о новых методах борьбы с раком и выявления заболеваний на ранней стадии. То есть у нас сейчас есть огромное количество методов диагностики и лечения. Не стоит думать, что если вы вдруг обнаружили у себя диагноз онкология или рак, что это неизлечимо. Сейчас у нас достаточно много методов, в том числе и хирургических, и химиотерапия, и иммунотерапия. Это все позволяет нам в 80 и более процентов случаев излечивать пациентов. Поэтому вовремя своевременное обращение приведет к тому, что мы достаточно большое количество людей сможем вылечить. Отметим, что в третьей городской больнице проводятся операции и химиотерапия при лечении онкологических заболеваний. Крым и Дагестан свяжут новым железнодорожным маршрутом. Пассажирские поезда начнут курсировать уже с 2021 года. Сообщение будет организовано по новому Крымскому мосту. Для этого запустят новые составы, а годом ранее уже были приобретены 10 локомотивов. Кроме того, как рассказал директор федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, изучаются варианты связи еще с четырьмя городами России. Уже летом 2020 года федеральная компания запустит поезда из Грозного. Утро у жителей Дербента началось с зарядки. Масштабную акцию на крепости Нарын-Кала провели представители проекта «Трезвая Россия», «Муфтията» республики, а также именитые спортсмены, общественные и политические деятели и молодежь города. Спортивная акция пришлась горожанам по душе. Зарядка на свежем воздухе придала им бодрости. Представитель проекта «Трезвая Россия» Шамиль Алиев отметил значимость мероприятия. По его словам, утренняя зарядка позволяет держать организм в тонусе целый день. После комплекса выполненных упражнений участников масштабной акции ожидал километровый бег по парку, подтягивания и отжимания на брусьях. Спортивный мир страдает от коронавируса. Перенесен и отменен ряд крупных турниров. Некоторые события пройдут без зрителей. Накануне под угрозой едва не оказался один из самых ожидаемых воединков весны Магомед Исмаилов против Александра Емельяненко. Бой должен состояться 3 апреля в Москве, однако накануне руководство столицы вынесло запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Организаторы турнира быстро нашли выход из ситуации. Они сократили число зрительских мест на ВТБ-арене, а цены на оставшиеся билеты увеличили в два раза. Сейчас в кассах остается около тысячи билетов. Их стоимость доходит до 70 тысяч рублей. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова